всем доброй ночи перед вами дерево одинокое дерево которое окружена пустотой я бы сказала какой-то безысходность увеет от этой картины дорогие друзья я рассказывала о печатях которые могут быть и людей просто наберите печати ведьмина изба и выйдут все виды печати которые есть на человеке я еще не все обсудила но большинство из которыми люди идут к ведьмам многие из них не подозревают об этих печатях и узнали наверное буквально недавно из моего канала потому что мало кто вообще об этом знает поскольку очень мало настоящих и больше тех кто изображает из себя практика печати это такие приговоры с которым рождается человек печати изгойства печать адово колесо печать неблагословленного печать наказанной души печать одиночества и многое другое родовые порчи родительские проклятия проклятие матери проклятие отца проклятые родом это все я вам объяснила сказал можете все это набрать просмотреть иногда люди приходят и говорят что вот я прослушал и понял что у меня такая печать а я говорю вы знаете очень может быть что вас несколько печатей даже такое есть печать это то что возникает вследствие чего-то следствие проклятие родителей может возникнуть печать изгойства адово колесо печать неблагословения может быть одна печать могут эти все три печати ложится на человеке следствие проклятие матери может быть печать одиночества и многое другое следствие проклятие рода у человека может внезапно все разрушится и уйти в никуда как правило эти печати приобретенные как правило они до рождения идут потому что ребенка не хотят до рождения скажем так не принимают человека до рождения да если отец не принимает если мать бросает она до рождения не любит уже этого ребенка и после рожает просто бросает как обузу так что многие печати изначально они до рождения приобретенные то есть они с вами рождаются в этот мир есть еще одна разновидность проклятие рода родовое проклятие я обсудила сказала можете найти просмотреть но есть второй тип проклятие рода называется печать откупника что это такое в чем проявляется как это возникает вот все что потом следствие за вашу жизнь происходит например если человек родился с печатью изгойства у него всю жизнь будут враги у него всю жизнь будут за добро возвращать злом его будут не замечать он практически изгой в этом мире и с печатью изгойства рождаются очень красивые люди очень замечательные люди вы не думаете что они какие-то бичи алкаши нет это яркие личности и они всегда говорят такое ощущение что мне мою красоту и талант дали как в издевательство то есть она у меня есть но это мне счастье не приносит я ничего не могу этой жизни добиться и печать изгойства может проявиться по-разному материальных благ нет либо есть материальные блага но нет любви нет дружбы нет счастья нету тепла в жизни человеческой по-разному а может и то и то и вот после какие бы люди вам не встречались какие бы события не происходили это всего лишь следствие того с чем вы родились что такое печать печать по сути это посыл это энергетический посыл если у человека печать изгойства то есть ненужности он может проявиться из-за родительского проклятия он может появиться из-за родового проклятия различные есть причины но следствие одно и то же практически одинаково скажем так протекает вся жизнь он борется с ветряными мельницами и не может пробиться в своей жизни никуда он ненужный нет уважения у него ни в семье ни среди детей ни среди друзей ни у кого и иногда людям кажется им что-то сделали навели начитали они мне говорят вы знаете мне почему-то отказалось что мне что-то сделали я говорю поймите что-то сделали что-то начитали что-то там нашептали как-то навредили это всего лишь следствие ведь вы с этой печатью родились а значит вы уже несчастливы и вы будете притягивать отрицательных людей и эти отрицательные люди будут приносить вашу жизнь отрицательные какие-то действия но причина всего кроется там приходят сущности вашу жизнь эти сущности практически забирают то ли сексуальную энергию вы не можете создать семью то ли энергию денег вы не можете пробиться никуда или вашу жизненную силу забирает и вы рано стареете вечно болеете но в любом случае они что-то у вас берут это их корм они вами питаются и пока эту печать не закрыть этих сущностей не оторвать не убрать и жизни человека ничего у него не меняется одинаково все сейчас я поговорю с вами о печати от купника что это такое дорогие друзья стародавние времена еще до христианства и до исламский период люди в каждом роду считали своим долгом через некоторые поколения скажем вот у них там по традиции в роду через три поколения кто-то должен был отдан в храм богов в услужение христианская вера эту традицию переняла то есть кто-то в роду уходил в монастырь откупая как бы грехи всего рода кто-то в роду должен был за весь род пострадать отдать себя на растерзание отдать свою жизнь и судьбу за то чтобы род жил то есть жертва отдать в жертву себя ради семьи когда люди перестали это делать сами добровольно то силы сами начали забирать кого-либо из рода но забирать уже не в монастырь и не в храм богов а просто забирать его жизненную силу его жизненную энергию тем самым откупать вину всего рода за натворенные неправильные дела то есть за преступление перед мирозданием как это происходит если родоначальник рода определенного а род иногда обновляется бывает что через несколько сотен лет новая ветвь идет рода а как это происходит дорогие друзья каждый из нас носитель определенной фамилии как правило отцовской но отцовская фамилия до того как вот была вот этой фамилией она была другой через некоторое время род берет новую фамилию так получается что они переезжают куда-то туда например вот они были Петровы да вот переехали Степан Петров куда-то переехал и вот в этом новом селе говорят а Степановы там сыновья вот они Степановы стали через некоторое время Степановы переименовались по-другому это меняет отчасти и судьбу рода и в хорошую сторону и в плохую сторону по-разному смотря какое воздействие этого имени будет на этот весь род но в любом случае меняет например известный факт истории Романовы 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 это род Анастасии Захариной первой жены Ивана Грозного которую он очень любил вообще все любили Русь очень любила свою добродушную царицу когда ее не стало он обвинил бояр вообще в том что ее отравили за это многие расплатились в общем ее не стало она ушла молодой и после этого молодой Иван царь очень сильно ожесточился если он был жесткий человек теперь он стал жестокий бесчеловечный человек и вот все скучали по тем временам когда Анастасия Захарина была жива и удерживала вот этого демона внутри царя и народ счастливо жил и гордился и радовался что есть у него такой сильный правитель но не жестокий так вот после ее смерти он менял жен каждая жена то была самодуркой то была изменницей друг за другом меняя жен искал он свою любовь искал тепло счастья так и не нашел в любом случае чем дальше тем хуже и хуже вот народ так скучал и так любил братьев Анастасии она сама была Романовна то есть отчество Роман Захарин его дочерью она была они так любили братьев Анастасии за то что те напоминают им о своей любимой царице да что прозвали этот род Романовы то есть дети Романа вот когда они прозвали Романовыми абсолютно поменялась судьба этого рода со временем они заняли престол они заняли престол и Романовы существовали долгое время вроде это фамилия скажем так была очень даже такая сильное вот это имя дало им прям толчок поднялись до престола но потом через некоторое время последняя Романова Елизавета Петровна почила ушла в мир иной она объявила вместо себя наследником Петра Ульриха Галштинского герцога значит перекрестила в Петра Федоровича и взяла невесту Софию Фредерику Ангольцербскую которая в крещении стала Екатериной Алексеевной по сути Галштинская династия то есть Романовы уже стали Галштинцами хотя они носили это имя Романовы но уже Романовых там не было и вот видите влияние чужой крови влияние чужой фамилии сыграло злую шутку говорят что там Павел был не от своего отца вообще вообще там началось какое-то мракобесие просто в этой династии и практически пришли немцы французы вообще там уже русских то и не было и относились то они к своему народу презрительно потому что душой и кровью были не привязаны к этому народу они были чужаки чужеродцы но все и через некоторое время вот после уже Екатерины постепенно постепенно начал упадок Романовых и в конце крах то есть каждая фамилия каждый род через некоторое время обновляется создает отдельные ветки себе если уж так грубо говорить да вот каждая ветка идет своим путем если это обновленная ветка друг за другом достигает определенного успеха значит род успешный но если эта ветка дает гнилые плоды уже друг за другом приближается к краху значит этот род что-то натворил что-то натворил такое за чего должен расплачиваться за что расплачивался род Романовых потому что правление Романовых началось от виселицы да повесили кого варенка Ивана мальчика десяти лет сына Марины Мнишек и Лжедмитрия второго повесили чтобы никто не воспользовался этой ситуацией не забрал то есть не организовал новые смутные времена это был ребенок ребенок невиновный ни в чем но требовали интересы страны его убить его убили с детской виселицы началось правление Романовых закончилось исправление Романовых смертью десятилетнего царевича Алексея все итог то есть дорогие друзья если силы вселенной видят а они разумны что род идет к краху что род начинает вымирать они сами решают спасти этот род древние люди знали эти традиции знали эти законы мироздания новые люди начали игнорировать законы мироздания они не отнеслись к этому серьезно древние люди раз в определенное время отдавали кого-либо в служение храму как бы откупая вину за весь род новые люди посчитали это суеверием хотя в начале христианства зарождение христианства в каждом роду кто-то уходил в монастырь откупая вину за род считалось что если кто-то ушел в монастырь или кто-то ушел в служение богу то есть шанс что род дольше продолжится кто-то пожертвовал своей личной жизнью своим личным счастьем во имя процветания рода потом эта традиция тоже абсолютно ушла и люди скажем так зажили по другому и что случается раз в определенное время раз в 50 лет раз в 30 лет раз в 70 лет смотря насколько вина велика у этого рода кто-то в роду становится откупником и его жизнь абсолютно рушится она не получается ни в каких сферах человек одинокий не может создать семью не может родить детей не может подняться по карьерной лестнице хотя имеет все скажем качество для этого хотя красив умен молод еще хотя достойно себя ведет старается работает ни от кого не зависит ничего у него вперед не двигается он носитель печати откупника он откупается за весь род если род сотворил за это время то есть натворил извиняюсь некоторые вещи против вселенной и законов мироздания то в жизнь этого рода в семью в генетику приходит некая программа мщения или справедливости то есть приходят определенные сущности силы чья задача осуществить это возмездие наказать вот ты сделал значит извольте пройти это наказание эти сущности выбирают из рода очень талантливого сильного человека еще до рождения или начала рождения то есть еще в зачатке практически берутся за него и начинают уничтожать его судьбу с детства эти дети не такие как все с детства они загнаны они острый на язык очень способные разумные но в семье они золушки их будут гнобить все время смеяться высмеивать пытаясь в них создать комплекс неполноценности как правило как только выбирают этого человека еще в зачатке сущности сразу же родители хотят от него избавиться какие-то события происходят то есть некое вот внутреннее чутье подсознательно понимать что это будет несчастный ребенок и родители хотят сделать аборт не хотят его вот не в момент а потом передумывают и вот эти сущности которые выбрали его они еще и собираются его душу забрать потому что еще и программа смерти вложена в этого ребенка а значит всю жизнь его будут доводить до такой степени чтобы человек либо руки на себя наложил либо рано умер потому что от переживаний люди тоже долго не живут когда у них в жизни ничего не получается вечно в конце концов они уходят молодыми либо вся их жизненная энергия сила будет отдана сущности и самое интересное что род видя его абсолютно невиновные незаслуженные страдания не помогают этому человеку он становится как прокаженный его даже не приглашают на свадьбы семейные торжества он становится знаете и вечно говорят в семье не без уродов каждый поступок пытается перевернуть хотя человек всю свою жизнь пытается всем своим естеством заслужить хоть немного заслужить скажем так расположение своих родных он с детства пытается заслужить любовь родителей которые не заслуживают которых просто по идее должна быть дана всю свою жизнь этот ребенок изгой и он не понимает за что он страдает за что платит и когда приходит человек я объясняю обстоятельства его рождения и человек понимает почему у него это происходит это дорогие друзья называется печать откупника он откупается за весь род приходит момент когда уже механизм возможно остановить и человек начинает искать помощи даже самый неверующий Фома который вообще в магию не верит ни в кого ни в чего не верит он тоже начинает искать помощи потому что для него непонятно что он сделал за что его наказывают за что его жизнь идет просто непонятно какую-то бездну откупаетесь вас выбрали чтобы сломать вам жизнь и тем самым откупить весь ваш род вы как на алтарь вынесли свою судьбу и выбирают самых лучших учтите в роду откупниками не может быть алкоголик и наркоман он проклят своим родом но он не откупник откупником должен быть человек идеально подходящий на эту роль это человек который будет стремиться который будет создавать энергию всю жизнь и питать эти сущности если бы человек был пассивный ненужный неинтересный глупый он бы не стал откупником по сути да страшно звучит но если человек рожден разумным и лучшим чем-то отличающимся от других он уже потенциальная жертва для рода его отдают как откуп вспомните древние легенды когда чудовища какие-то драконы не давали воду и требовали самых красивых женщин да на съедение либо откупали самых красивых младенцев бросая в море в греческой мифологии то есть духи судьбы требуют самого лучшего самого лучшего испортить жизнь и сломать судьбу для откупа рода справедливо ли это или нет для для вас нет если это на вашу голову обрушилась для вселенной да она считает что род должен отдать самое лучшее за свое какое-то преступление если хочет получить откуп и если хочет продолжить а не уничтожаться и как правило такие люди они действительно откупают вину всего рода и дают право роду существовать но род это не понимает не видит не ценит и более того еще раз вам говорю абсолютно не поддерживает таких людей не помогает даже понимая что человек не виновен в той вот в этой как бы в этом мучении которое получает что он ни за что это получает но отстраняется от него потому что он какой-то несчастный он носитель несчастья они боятся заразиться от него этим несчастьем этими неудачами вечными так что если у вас в жизни вот эти симптомы которые я вам сказала скорее всего вы просто носитель печати откупника вы откупайтесь за весь свой род вот и все всем удачи